дорогие друзья всем привет вы на канале сергея матвеева я нахожусь в конце олимпийской набережной в сириусе у границы россии абхазия вон там еще последний пляж и все за ним уже абхазия военная вышка там стоит там гагры манят абхазия это пляж бархатные сезоны занятия соревнования у детей это лагеря на это вот фигурки из камней а сейчас друзья планирую поехать к мандарину то есть проехать весь сириус хочу взять вас с собой присоединяйтесь если вам интересно но я планирую поехать не по набережной а так сказать свернуть с набережной можно по 1 по 2 береговой линии показать что здесь творится тут частный сектор разные гостевые дома справа тут отель бархатные сезоны очень большой город отель поэтому здесь такой пляж густонаселенный так сказать пасмурно есть ветерочек надеюсь вам все хорошо видно и слышно желаю всем прекрасного настроения приятного просмотра усаживайтесь поудобнее берите вкусняшки зовите друзей отправьте на видео тем кто любит сочи поставьте мне царского лайкоса смотрите здесь вот есть бесплатный туалет если что справа вот фонтан дружбы народов еще один бесплатный туалет это уже отель туалет отеля bridge resort так вот мы можем тут выехать еще один туалет а это уже платные друзья 50 рублей представляете ну насколько это банально два туалета бесплатных один платный и вот он стоит платный все равно люди зарабатывают на незнание туристов так ну и вот мы тут выезжаем на какую-то улицу и двигаемся по ней справа у нас я так понимаю бархатные сезоны и вот такая улочка улочка это называется урицкого друзья вот урицкого наслаждаемся жизнью справа а это вход в отель bridge resort друзья что спасатель по моему стал немного и вот такая тут можно сказать первая береговая линия тут 50 метров до моря вот здесь можно погулять прекрасные места друзья как это у них голова работает в разные стороны просто разошлись от разных клиника есть вот как это кто это поставил посередине этот велосипед вот они наглые посмотрите как они ставят посередине и самокаты я заметил не тоже посередине могут поставить так среди тут есть пятерочка ну вообще тут в принципе все есть а это вообще отель вон там уже море буквально 30 метров вот вообще территория отеля спорт in тоже известный тут отельчик вообще то есть вот мы двигаемся дорогие друзья такие тут интересные места кафешечки до моря сто метров то есть вот и по этим переулкам вообще первый раз жизни езжу в общем это район совхоз россия там через 50 метров моря так выехали тут на центральную улицу там справа парк есть туда парк смотрите колесо обозрения продолжаем движение по улице урицкого это можно сказать центральная улица центровая так есть тут магнит и вот так можно ехать вдоль моря по первой переговой линии очень долго да практически до мандарина но в принципе мы сейчас это и сделаем плюс минус вот тут есть остановка школа это уже улица полевая друзья как-то мы тут я помню ездили вот парк отель арфа а 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 подъезжаем к улице шкиперской друзья можно можно направо поехать на улицу шкиперскую можно налево выехать к морю давайте немножко выйдем к морю чтоб вы знали как тут вообще атмосфера что тут вообще происходит а тут набережная такая интересная волейбол футбол футбол ресторан турнирные жизнь кипит посмотрите какая красивая растительность тут катамараны буны турнички волны морюшко морюшко справа пляж редисон точнее справа отель слева пляж на котором смыло песок на 20 миллионов и и теперь тут песок такой черный раньше был белый пляж сириус среди как много народу пляж сириус вот тут смотрите можем поехать вдоль моря а можем по первой береговой линии проехать походите посмотреть что там там в основном гостевые дома кафешки тут всякие шаурмечные в общем поехали прокатимся я думаю многим интересно то есть вот там через 20 метров олимпийская набережная а с этой стороны вот что дорога гостевые дома в общем бизнес процветает все это улица нижняя меретинская тут находится нижняя меретинская бухта а с верхней единиц вот тут проход к морю есть если что слева. Вот такие проходики к морю есть. Странный парень на такси не может проехать, обогнать меня, едет за мной. Много приезжих приезжают, если на такси еду, они сами не знают куда ехать, я лучше них тут город знаю. Так, двигаемся, давайте опять выйдем к морю. Так, опять выезжаем к морю. Пляж отеля, Сочи парк, дорогие друзья. И двигаемся по Олимпийской набережной. Хотите, можно постреть волейбол. Пару партий можно. Ну вы что, вообще что ли каши мало ели? Два волейболиста в красных и синих трусах. Что-то у них как-то тухленько. А не, вот нормально понеслась. Борьба, борьба. На. Да. В общем, тут все понятно, друзья. С этой стороны аквапарк. Какие-то ребята, спортсмены жестко раскачаны. Так, вот мы подъезжаем, друзья, к пляжу отеля Богатырь, который смыло полностью во время шторма. Кто-то, кто не видел, посмотрите, у меня был стрим, проводился во время шторма. И там есть трансляция, где в прямом эфире мы смотрели, как тут все смывало. Волны по 5 метров. Очень было интересно. Вот тут почему-то дорожки реставрируют. Слева пляж Богатырь. Субтитры сделал DimaTorzok вот если устали можно поспать вот так итак друзья перед вами пляж роза хутан вот такой интересный пляж с этой стороны пляж отеля богатырь и мы вон оттуда приехали с границ россии абхазии двигаемся дальше к мандарину на мандарин есть дела поехали покажу вам заодно как проходит сезон вы друзья напишите как у вас дела как настроение откуда меня смотрите когда приедете мне будет интересно почитать пляж роза хутан начался здесь есть один из самых лучших пляжей очень мне нравится справа тут олимпийский парк стадион фиш посмотрите здесь так активно все высокая активность смотрите тут нет даже не отбойника не забора видите тут сразу спуск на пляж так только на пляж роза хутор и на пляже рейдисом который сейчас будет за пляжем так как рейдисом Вот он пляж Рейдисом, дорогие друзья. Вот тут можно за елочками поставить палатку и отдыхать. Вот это бесплатный туалет. Новый ресторан Булновиков. Я как-то в него зашел, мне шеф-повар экскурсию провел. Есть ролик на канале, посмотрите. И скоро я еще раз туда пойду, этот ресторан. Там еще просто было много чего недоделанного. Так, заезжаем в спортивный парк Сириус. Физкульт, привет! Дорогие друзья, тоже тут ставят сцену. Какое-то мероприятие готовится. Можно прийти тут потренироваться абсолютно бесплатно. Нафиг. Раньше тут пустырь был, представьте, несколько лет. А потом они построили новый парк. Прекрасно. Также здесь фитнес-центр есть. Вот здесь можно набрать водички как раз. Мне нужно добрать водички немножко. Вот так вот. Нафиг. Субтитры делал DimaTorzok Сделал себе лимонад дома И вот он слишком сладкий, вот я его разбавил немножко водичкой Сделал себе лимонад, там вода, лимон и мед с сиропом топинамбура Смотрите, вот такой бассейн здесь есть Можно здесь отдыхать, купаться, загорать Но надо, естественно, оплатить Я думал взять абонемент Но когда я адекватно оценил, что Можно и на природе тренироваться И возможно это будет даже еще эффективней Но сейчас я чувствую, что поднимается ветер и волны Возможно будет шторм Сейчас подъехали к заброшенному пляжу Меретинский Раньше здесь была летняя зона Меретинского А это был пляж Меретинский, за которым следили Тут были спасатели, сапсерфы Камешки были насыпаны И сейчас этот пляж заброшенный Здесь нет спасателей Можно заплывать за буйки Вот такой здесь прекрасный вид, друзья И двигаемся дальше Вот мне сообщают, что В Атлере, на Мандарине Уже пляжи закрыли Там штормовое предупреждение Там уже нельзя купаться И вот сейчас я еду туда Посмотрим, что там Ветер поднимается Возможно шторм будет Подписывайтесь, чтобы не пропустить Новые выпуски со штормом Идут по дорожке Общаются Я не знаю, что у них в голове Ну а ты иди Вот, вот дорога Широкая Общайся там, сколько хочется Зачем ты идешь? Ну, всем мешаешь И себе стресс создаешь И другим участникам дорожного движения Ну, кто едет Так, смещаемся на первую береговую линию У нас ролик про первую береговую линию И вот мы смещаемся На улицу Парусная Посмотрите А тут Ламборджини стоит Или что это? Феррари Феррари И вот одна из самых дорогих улиц Улица Парусная Посмотрите на нее Тут апартаменты разные Улица Вот такая улица Это Эмеретинская бухта Излога Здесь Там Здесь Здесь И Там Это Здесь 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 Красная улица, посмотрите, тут есть поход к морю, к набережной. Раньше здесь находился, вот эти корпуса, это были корпуса отеля Меретинского, сейчас даже не знаю, Сережа забрал вот, но на грейке висят, что это еще корпуса Меретинского. Вот проезжаем отель Рейдиса, мое первое место работы, вот тут бесплатная парковка, если что есть. Странно, почему на бесплатный стол? Тут ее можно сделать платной. Смотрите, там тоже какие-то красивые домики и пустыря, смотрите, пустыри еще. Ну тут много в Сириусе еще пустырей, которые чисто теоретически можно застраивать. Так, и мы двигаемся, дорогие друзья, по улице Парусная. Вот он слева, отель Меретинский, который забрали, который сейчас не работает, но вот я вижу, что вот этот корпус функционирует. Есть люди, на балконах одежда, а вот эти уже корпуса вроде как пустые. Ну мы когда по вечерам здесь ездим, тут, ну вот, на тысячу номеров отель Меретинский, он пустой стоит, но света нет. Ну вот я вижу, что в некоторых номерах все-таки люди есть, интересно, как они вообще сюда попадают, где они покупают путевки. Я заметил, что здесь частенько ребята, какие-то турри-бюджетники отдыхают. Вот с СОО вроде тут приезжают ребята, отдыхают. Так, мы потихонечку, друзья, едем и подъезжаем. Уже к Мандарину потихонечку. Вот там вон проезжаем сейчас справа, вот это парк Южной культуры. В стене были сходить очень интересные. Тут рядом аэропорт, и вот постоянно самолеты тут садятся. Очень красиво. Там Адлерский порт, видите, яхта стоит. Тут есть дорога, можно налево поехать, а вот направо срез. Тут можно срезать и выехать к мосту пешеходному. А тут, видите, новую дорогу строят, тротуар. Тут все это связывают, смотрите, соединяют. Раньше здесь вообще, можно сказать, грунтовка была. А сейчас, смотрите, делают пешеходную аллею. Там, я так понимаю, велосипедная дорожка будет. Только она какая-то узкая. Это велосипедная дорожка. Там, я так я хочу Так, слева у нас, значит, сейчас пляж Сучифорния будет. Тут ребята трудятся сюда, тут вот все новое, вот это сделали, дорожки. Там пляж Сучифорния. Тут тоже реконструкция, смотрите, тут будут. Тоже закрыли дорогу, реконструкция набережной реки Мзымта. А мы выехали на улицу Цветочная и двигаемся по Цветочной. Нам нужно на пешеходный мост через реку Мзымта. Так, тут вообще перекресток семи дорог. Посмотрите, так, сворачиваем к пешеходному мосту через реку Мзымта. Кстати, друзья, вот вам прекрасный маршрут, по которому я только что проехал. Так, и вот мы двигаемся, друзья, по улице Цветочная. Посмотрите, какая она интересная. А, точнее, мы уже переместились на другую улицу. Как так можно, я не понимаю, в пол отпускать взгляд, когда на тебя едет велосипедист? А, он зевал, наверное, из-за того, что зевал. Так, ладно. Двигаемся дальше и мы подъехали к мосту. Через реку Мзымта, дорогие друзья. Так, идем по мосту через реку Мзымта. Собственно, внизу река Мзымта. Слева там море. И на той стороне Адлер и Мандарин. То есть, мы покинули сейчас территорию Сириуса. И перемещаемся. Перемещаемся в Адлер. А здесь вот такие шикарные виды, друзья. Горы, самолеты. Так, и мы, друзья, выехали. Заехали в Адлер. На площадь трех солдатов сейчас выезжаем. И двигаемся, двигаемся, друзья. Двигаемся дальше по первой береговой линии плюс-минус. В общем, думаю, до пляжа Огонек доехать. Меня там ждут. И поехали. Двигаемся по улице Интернациональная. Выезжаем на улицу Демократическая. Это улица Карла Маркса прямо. Мы же сейчас выезжаем на улицу Кирова. Попадаем на улицу Крупской, друзья. Все это примерно плюс-минус первая, вторая береговая линия. Смотрите, здесь новый дом строят жилой. Такие тут разные дома. Улица Крупской, друзья. Попадаем на улицу Ульянова. И сейчас выезжаем на улицу Просвещения. От нее вообще до моря 20 метров. То есть вот за этими зданиями уже море. То есть мы просто двигаемся вдоль моря, только не по набережной, а по первой линии. Ветерок такой сильный, штормовой такой чувствуется. Что дойдет, то ли туча, то ли что. Микрохирургия и глаза. Ничего себе. Смотрите, выезжаем на улицу Калинина. Так, тут вон проход к морю. Тут вот строят слева новое здание какое-то, еще не запустили его. Ветер сильный здесь. Неудивительно, что мне сказали, что тут наш обеден закрыт. Потому что тут порывы чувствуются очень сильные. Так, и направо у нас улица Калинина. А здесь мы можем пройти через санаторий Южное Взмолье, через территорию, через пляж. Ну пойдемте это и сделаем. Так, здесь значит просто купание запрещено. И все, тут люди не купаются, а в Сирюсе купаются. То есть там волна поменьше или как они это определяют. Правила уважения. Что нам такой срач? Так, идем по территории санатория Южное Взмолье. И сейчас там дальше будет пляж Огонек. И доедем до конца Адлерской набережной. Адлерская набережная. Так, видим, что никто не купается, но просто все отдыхают на лежаках и смотрят на море. Аниматоры работают. Итак, друзья, сегодня 12 августа, время 11.50, влажность 57, давление 761, воздух плюс 29, вода 26, ветер 3 метра. Перед вами знаменитый фонтан, санаторий Южного Взморья. Сережа мчит снимать контент, волосы назад. Слева вип-зона. Санатория, пляжа Санатория Южное Взморья. Санатория Южного Взморья. Санкт-Петербург. бесплатные туалеты вот тут они находятся можно сходить если прижмет так все заканчивается территория санатория южного взморья начинается пляж огонек поехали прокатимся а раз огонек дорогие друзья интересно есть в принципе все и цены ниже чем самый низкий ценник так лежаки стоят пустые что не зонтики открыли солнца нет можно закрывать вот мы едем вдоль пляжа огонек дорогие друзья смотрите волна какая началась здесь красные флаги подняты это означает что купаться запрещено дорогие друзья волна вот я смотрю нету но моторных лодок драконов а у них вот тут база таблеток драконов склад такой вот тут за этой дверью так только шторм недавно прошел закончился только все восстановили вот опять вот спасатели вводят людей гоняют чтобы они не утонули так сказать вон я там вижу люди купаются я тоже хочу искупаться а мы подъезжаем потихонечку уже к концу адресская набережная вот это у нас ролик друзья надеюсь вы оцените его по достоинству я благодарю всех кто досмотрел до этого момента мы проехали реально много проехали от границы с абхазии до конца адресской набережной поэтому всех обнял поднял благодарен всем за просмотр друзья подписывайтесь на все мои ресурсы вконтакте в телеграме там скоро будет интересная активность здесь заканчивается пляж огонек вижу что там люди купаются вот тут всякие вкусности делают для вас давайте приезжайте а то съедят вот такое тут заведение интересное а там на пляже апельсин можно купаться то есть тут на огоньке запрещено посмотрите сейчас пойду туда купаться все друзья всем счастливо подписывайтесь на все мои ресурсы чтобы не пропускать новые ролики всем удачи спасибо